Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Ольга Васента. Смотрите сейчас. В Бобруйске перекроют Гоголя и не только. Косавтоинспекция просит водителей не парковать машины вдоль улицы. Кому проехать разрешат. Вскрыли замок закона. Двое мужчин украли крупную сумму денег. Мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Что грозит фигурантам. Праздник без барьеров. В городе прошел туруслет для людей с ограниченными возможностями. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нас наполняет такая радость. Что в программе соревнований. А также позиция лидера. Заторы на границе. И борьба за корону. Стартовало голосование за титул «Мисс зрительских симпатий». Когда финал самого красивого конкурса. В этом году необходимо окончательно дошлифовать систему образования в Беларуси. Александр Лукашенко посетил главный вуз страны. Глава государства также провел совещание по актуальным вопросам деятельности БГУ и не только. Кроме руководства университета на встрече присутствовали ректоры всех вузов страны. Президент призвал к открытому разговору. Обсудить проблемы, которые существуют в системе высшего образования. Пока ко всем есть вопросы. Было поручено правительству провести аттестацию ректоров всех вузов страны. Результаты, откровенно вам скажу, неутешительные. Отдельные ректоры почивают на лаврах, делегируя свои управленческие функции заместителям. Занимаются публицистикой. Выполняют исключительно представительские функции. Естественно, это недопустимо. И позволить этого я в стране не могу. Особенно сегодня, когда открылось столько возможностей для популяризации отечественного образования среди дружественных и заинтересованных стран. Относительно аттестации ректора БГУ, правительство внесло предложение радикальное. В связи с наличием значительного количества проблемных вопросов в деятельности как университета, так и лицея БГУ. Я пока не склоняюсь к такому решению. И это один из важнейших поводов и причин сегодняшней нашей встречи. В БГУ, напомним, обучается более 24 тысяч студентов и магистрантов. В том числе около 4 тысяч иностранцев из 62 стран. Более того, ВУЗ имеет статус аккредитованной научной организации. Ящик Пандоры. Горе-грабители вскрыли похищенный сейф и сняли подробную инструкцию на видео. Двое приятелей узнали о крупной сумме денег у жителя Климович, которую он хранил в квартире. Товарищи, недолго думая, проникли в жилище через балкон и вынесли несгораемый шкаф. Вскрыли его за городом на берегу водоема с помощью столярных инструментов. Внутри оказалось ни много, ни мало – 25 тысяч долларов. Весь процесс зачем-то сняли на камеру. В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение по части 4 статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Санкции прокурора к фигурантам применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы. Престижный титул, номинальное начисление и жаркая обстановка. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности. Сколько покажет столбик термометра? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Минск лидирует по уровню развития предпринимательства в стране. На столицу приходится более 40% малых и средних частных организаций от общего количества. За первое полугодие список коммерческих увеличился на 2800 бизнес-инициатив. ИП пополнили бюджет на 3,5 миллиарда рублей. Все же в столице работают 39 тысяч компаний. Средняя зарплата в стране в июле – 1933 рубля. Самая высокая зафиксирована традиционно в столице – 2595. Далее идет Минская, Гомельская, Гродненская, Брестская, Витебская и Могилевская области. Лидер прибыльных сфер деятельности, информации, связь, высокий доход, также в финансах и страховании, науке и технике, строительстве и промышленности. На сайте ОНТ проходит онлайн-голосование за звание мисс зрительских симпатий на конкурсе «Мисс Беларусь». Среди претенденток на титул – 24 девушки со всех уголков страны. Бабрыск представляют Кристина Иванова, учитель физкультуры второй школы, и Диана Царева, воспитатель 71-го детского сада. Обладательницу короны, напомним, выберут 8 сентября. На въезд в Литву очередь из легковушек увеличилась в три раза, из грузовиков – в полтора. После закрытия двух пунктов пропуска усугубилась ситуация на оставшихся четырех. На Медененкай в течение недели сотрудники погранслужбы Литвы пропускали около 24% авто от нормы. Жаркая погода сохраняется в Беларуси. На субботу объявлен оранжевый уровень опасности. Максимальная температура воздуха достигнет 31 градуса. На большей части территории пройдут дожди в отдельных районах грозы. Ветер южный – 4,9 метра в секунду с порывами до 14. Временные неудобства в Бобруйске из-за дорожных работ перекроет Гоголя. Ограничения будут действовать на следующей неделе в понедельник и вторник. За это время на отрезке почти 2 километра планируют заменить асфальт. Подрядчик ДСУ-16. Проехать смогут только автобусы, троллейбусы и автоспецназначения. В связи с ремонтными работами на улице Батова госавтоинспекция прочит водителей не парковать машины вдоль улицы. Это затруднит работу дорожных служб. А уже 30 и 31 августа будут проводиться работы по перекладке переездного настила на железнодорожном переезде по Карло Маркса в районе машиностроительного завода. В связи с этим с 8 до 16 часов отменяются рейсы по маршруту 5А Дзержинского-Киселевича. За обновлениями следите на сайте Бобруйского горосполкома. От 4 до 80. Дворец искусств объявляет набор в клубные формирования. Музыкальный театр «Слуги трех мус», художественная студия «Сонет», образцовые хореографические коллективы «Крыничка» и «Бобренок». Чем занять ребенка после школы – далее. Этюд, в котором совмещены речь и движения. Музыкальный театр «Слуги трех мус» репетирует небольшой отрывок из произведения Чуковского «Федорина Горе». В актерскую труппу сейчас ищут таланты. Попробовать себя в роли любимого персонажа из книги или фильма могут дети с 4 до 18 лет. Этот коллектив раскрыл меня. Я узнала очень много нового. Также я попробовала себя в роли Марии в сказке «Щелкунчик». Для меня это был восторг просто. Также очень много нового рассказывает Елизавета Александровна. Так что если вам нужно подготовиться, допустим, к поступлению или еще куда-то, мы вас ждем в коллективе. У нас есть группы. Взрослые занимаются отдельно, дети занимаются отдельно. Дети занимаются на платной основе. У них все по группам. Есть средний возраст, есть детки, кто постарше, помладше. Ну и распределяем время, как нам удобно, как удобно детям. Тонкость, легкость, играция. Еву Пархамович мама привела на танцы в 6 лет. Девушка с первого взгляда влюбилась в народные стилизованные. С тех пор коллектив «Крыничка» стал для нее вторым домом. Разминка у станка – ежедневным ритуалом перед отработкой сложных элементов. Все ради мечты стать профессиональным хореографом. Я здесь нашла себя. Здесь я начала понимать, что такое сила, сила воли, что нужно терпеть. Вот в детстве, допустим, я думала, что когда меня тянули, я очень сильно плакала, говорила, вот зачем мне это. А сейчас я понимаю, что с возрастом это все идет, идет, накапливается, что так я становлюсь морально сильнее. Красота в движениях. Любовь к танцам прививают и в образцовой хореографической студии «Бобренок». В репертуаре есть место как для народных, так и эстрадных номеров. Коллектив зародился еще в 87-м. Высокая планка держится не один десяток лет. Мы занимаемся по адресу Ульяновская, 102. Это лесные общежития за больницей Бышака. Чтобы к нам записаться, можно обратиться во дворец искусств художественному руководителю. У нас есть инстаграм «Бобренок студия». Можно найти там, там все указано, все контакты. Во дворце искусств сейчас проходит набор в 34 клубных формирования. Хореография, вокал, актерское, художественное мастерство. Попробовать свои силы может каждый. Занятие обходится в 45 рублей в месяц. Все зависит от возраста и направления. Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Бобруйск, 360. Дух состязаний. В городе прошел турслеты для людей с ограниченными возможностями. На базе Тецциона Первомайского района собрались более 50 человек. Шесть команд из Осиповичей, Кличево, Бобруйской района приняли участие в туристко-прикладном многоборье. В программе соревнований об устройство палатки, визитка, конкурс фотогазет, полоса препятствий и эстафета от МЧС. Особенность этого турслета в том, что в этом году у нас участвует Центр для молодых людей с множественными нарушениями «Теплый дом». Это от общественной организации «Белобдеми». Они впервые у нас и также наравне со всеми участвуют в этом великолепном мероприятии спортивном. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, нас наполняет такая радость от того, что мы видим таких, как мы. Мы вместе видим глаза, наполненные счастьем, радостью. Это так прекрасно. И спасибо тем, кто устраивает такие разники для нас. Слет проводится уже в девятый раз. Цель – пропаганда туризма, здорового образа жизни, физическая подготовка и, конечно, организация досуга. В качестве поощрения от спонсоров – вкусные и полезные подарки. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры предоставил DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!